Ганс Христиан Андерсон. Истинная правда. — Ужасное происшествие! — сказала курица, проживавшая не там, где случилось происшествие, а совсем на другом конце города. — Ужасное происшествие в курятнике! Я просто не смею теперь ночевать одна! Хорошо, что нас много на насесте! И она принялась рассказывать. Да так, что у всех кур перышки поднялись дыбом, а у петуха съежился гребешок. Да-да, истинная правда! Но мы начнем сначала. А началось все в курятнике на другом конце города. Солнце садилось, и все куры уже были на насесте. Одна из них — белая коротконожка, исправно несущая положенное количество яиц, курица во всех отношениях почтенная, взлетела на насест и стала перед сном чиститься и расправлять носиком перышки. И вот одно перышко ее упало. — Упала, — сказала курица. — Ну, ничего. Чем больше я обчищаюсь, тем больше хорошею. Это было сказано так, в шутку. Курица вообще была веселого нрава, но это ничуть не мешала ей быть, как уже сказано, весьма и весьма почтенной курицей. С тем она и заснула. В курятнике было темно. Куры все сидели рядом, а та, что сидела бок о бок с нашей курицей, не спала еще. Она не то чтобы нарочно подслушала слова соседки, а просто слушала краем уха. Так ведь и следует, если хочешь жить в мире с ближними. И вот она не утерпела и шепнула другой своей соседке. — Слышала? Я не желаю называть имен, но тут есть курица, которая готова выщипать себе все перья, чтобы только быть покрасивее. Будь я петухом, я бы презирала ее. Как раз над курами сидела в гнезде сова с мужем и детками. У сов уши острые, и они не упустили ни одного слова соседки. Все они при этом усиленно вращали глазами, а совиха махала крыльями, точно опахалами. — Тссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Надо будет все-таки рассказать об этом нашей соседке Саве. Она такая милая особа. И Савиха полетела к соседке. Угу, угу! Загукали потом обе совы прямо над соседней голубятней. Вы слышали? Вы слышали? Угу! Одна курица выщипала себе все перья из-за петуха. Она замерзнет. Замерзнет до смерти, если уже не замерзла. Угу! Кур-кур! Где, где ворковали голуби? На соседнем дворе. Это почти на моих глазах было. Просто неприлично и говорить об этом. Но это истинная правда. Верим, верим! Сказали голуби и заворковали с сидящим внизу куром. Кур-кур! Кур-кур! Одна курица? Говорят, даже две. Выщипали себе все перья, чтобы отличиться перед петухом. Рискованная затея. Можно ведь простудиться и умереть? Так они уже и умерли. Ку-ка-ре-ку! Запел петух, взлетая на забор. Проснитесь! У него у самого глаза еще совсем слипались от сна, а он уже кричал. Три курицы погибли от несчастной любви к петуху. Они выщипали себе все перья. Такая гадкая история. Не хочу молчать о ней. Пусть разнесется по всему свету. Пусть! Пусть! Запищали летучие мыши, закудахтали куры, закричали петухи. Пусть! Пусть! И история разнеслась. Из двора во двор, из курятников в курятник. Дошла, наконец, до того места, откуда началась. Пять куриц, рассказывали тут, выщипали себе все перья, чтобы показать, кто из них больше исхудал от любви к петуху. Потом они заклевали друг друга насмерть на позор и посрамление всему своему роду, нанеся своим хозяевам огромный убыток. Курица, которая уронила одно перышко, конечно, не узнала своей собственной истории и, как курица почтенная, сказала «Я презираю этих кур. Но таких ведь много. О подобных вещах, однако, нельзя молчать. И я со своей стороны сделаю все, чтобы эта история попала в газеты. Пусть разнесется по стране. Эти куры и весь их род стоят того». И в газетах действительно напечатали всю историю. И это истинная правда. Одному маленькому перышку, куда как не трудно превратиться в целых пять кур. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok